Здравствуйте, уважаемые участники «Ивента», я работаю дальнобойщицей. Основной моей обязанностью является осуществление международных многотоннажных перевозок. Работаю я на грузовом автомобиле массой 20 тонн, проще говоря, на флот. По российскому законодательству я имею право работать только на внутрикорадских перевозках, на автомобиле грузоподъемностью не более 8 тонн. Ну, проще говоря, на грузовике средней величины, типа мусоровоза по городу. Это оплачивается гораздо хуже и намного менее интересно. Мои коллеги очень сильно удивляются, когда я говорю, что у нас есть такой законодательный запрет. Первая реакция этого не может быть. После того, как человек заглянет в перечень спрещенных профессий и убедится, что он действительно существует, разговор переходит в русло. Ну ведь ты же работаешь, ну значит это все чистая формальность, никакой проблемы нет, никакой дискриминации нет. На самом деле дискриминация есть. Когда я начала искать работу после обучения, я столкнулась с тем, что никто на стажировку меня не возьмет. И мне пришлось купить свой собственный грузовик, получить опыт самостоятельной работы в качестве индивидуального предпринимателя. И только после этого мне удалось устроиться на работу. На мужчинам тоже непросто найти работу без опыта. Но для них, повторюсь, есть стажировки, на которые женщин не берут. Что в общем-то уже прямая дискриминация. Но и это далеко не все. Я очень благодарна руководству своей фирмы за то, что для меня они фактически пошли на прямое нарушение трудового законодательства Российской Федерации. Но если фирма идет на нарушение одного пункта законодательства, то нет никаких гарантий, что завтра не будет нарушен второй, третий, четвертый, что будет уже не в моих интересах. А я никак не смогу защититься от этого юридически, потому что, в общем-то, меня и не должны были брать на эту работу. Это не только лишает меня юридической возможности бороться за свои права и социальных гарантий, но еще и создает для меня узаконенный стеклянный потолок. Потому что честные компании, которые не нарушают трудовое законодательство, выплачивают гораздо большие зарплаты, обеспечивают намного лучшие условия труда, пока действует этот перечень запрещенных профессий, на работу меня не возьмут. Им нужны проблемы с законом. Поэтому мне придется работать не в лидерах рынка, а вот где-то у маленьких компаний, у средних, и, соответственно, получать меньшую зарплату. У бизнеса, у руководителей бизнеса особо нет личных сексистских настроений, и они не против, чтобы женщины водили грузовики. Но бороться за отменный перечень бизнес никогда не будет, потому что той части бизнеса, которая работает легально, это не принесет никаких бонусов в виде притока врачей силы. Все и так знают, что программистками работать не запрещено, однако их все равно мало. А для того бизнеса, который, несмотря на запреты, все-таки берет женщин, наличие бесправных сотрудниц все-таки экономически выгодно. Казалось бы, в такой ситуации государство должно напомнить, что бизнес должен быть социально ответственный, отменить перечень и защитить интересы гражданок. Но и государству этот перечень тоже выгоден, а выгода прикрывается заботой о женском здоровье.